А тем часом у глубоким набирая размах подрыхтовка до областного фестивалю працевников вёски «Дажинки-2022». Обновленными они, которые и побудованными с нуля, свято сустренуть больше за 100 объектов. У приоритете потребные люди – физкультурно-оздоровленческий комплекс, районная гимназия и больница – утоп самых чаканных. Жилые домы, дворы и зоны отпочинку так само поступово набывают новый выгляд. За тем, как меняется в образ вишневой столицы, назирала Морэдзика. Зараз глубокая нагадывая великую будовлю. На одных пляцовках работы только начинаются, на инших – на финишной промой. Простыдень на Василле справить с приемной отделением районной больницы. Одразу ж после этого маэстры начнут наводить глянец у поликлиницы. Приемное отделение мы перенесли сюда, которое находится между поликлиникой и стационаром, рядом с лифтом. С учетом логистики – это самое удобное место для пациентов. Въезд будет у нас со двора, там будет пандус. Все помещения отремонтированы, заменена электрика, водоснабжение, сантехника. В поликлинике планируем текущий ремонт всех трех этажей. Плюс мы хотим сделать электронную очередь, установить внизу анфоккиоск, ну и сделать заботливую поликлинику. Сегодня Глыбодская больница – это шмат профильный межрайонный центр. На обследовании лечения сюда приезжают джихары Пастаусского, Шарковщинского и Докшицкого районов. Спектр медицинских послуг поширается с кожным годом. Все лето тут открыли кабинет компьютерной томографии. За два месяца обследование пройшли больше за 400 человек. Я приехала из города Докшицы пройти компьютерную томографию пояснично-красцового отдела. Не надо ехать 400 километров в Витебск или Минск, 150. А вот тут полчаса я на месте и обследовалась, и уже полчаса и дома. Это очень удобно. Улику социально важных объектов и физкультурно оздоровленший комплекс. Тут за всем худко открыться новый бассейн с обсталеванием для маломобильных людей. Масштабную модернизацию переживает и районная гимназия. Будинок обновляют по опошним слове. На Чарзе и другие объекты, которые обещают стать упрыгожением города. Текущий ремонт дома культуры, текущий ремонт дома ремесел. Планируем, возможно, по школе искусства смотреть вопрос при наличии финансирования. Если дальше по социальной сфере смотреть, то планируем текущий ремонт кровли в дом-интернат престарелых по Максиму Горькову. Территориальный центр содержания инвалидов. Там тоже выделены денежные средства. Тоже уже приступили к работам по текущему ремонту самого здания. Почали углыбоким и ремонт жилого фонду. До дожинок тут капитально отремонтуют 9 домов. Некольки из них на улице Советской. Тут будовники працуют без выходных уже тыдень. Выполнено утепление торца в данный момент, заканчивается второе. Кровля в процессе производства работ. По подвалам выполнена уже замена труб водопровода, канализации. И, соответственно, по подвалу выполнена электромонтажная работа. Выполняем в данный момент 234-го дома штукатуривания и окраска фасадов будет. 238-й дом уже выполнили швы больше 50%. И начинаем, приступаем к краске здания. Планируем закончить срок до 26 июля. Великие планы и на ремонт бегучи. Прокласти дорожки, установить лавки, провести озеленение. Основный объем работ по Доброго Парадкова не ляжет на плечи Мясцовой ЖКГ. Зараз коммунальники чаруются над в образом одного из улюбенных мест в отпочинку глыбачан. В озере Кагальное находится в самом центре Глыбокого. Ранее на бережную уже у Доброго Парадкова. У 2022-м рекреационную зону вырошили поширить. Кожный день плюс 30 метров. Работа выключна ручная, ураживая и масштаб. Должение пешеходной дорожки больше за 2 километры. Закальцевать в озеро плануют за 2 тыдни. Затым обновят дитячую гульнявую пляцовку. Каб веселой скоростью, вольный час проводили и великие, и маленькие жихары вишневой столицы. Мария Дзекан, Олег Черняк. Новины Глыбокая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова